ну что ребята всем привет всем здравствуйте наконец-то наконец-то наступил этот день когда у нас вышла project card которую я так долго ждал она наконец-то вышла я сидел полночи для того чтобы ее запустить но к сожалению скачать я смог еще несколько дней назад и она у меня была в сохраненках но после того как я производил запуск у нас были так скажем производилась распаковка процесса игры именно вот установленной версии собственно говоря вечером данное видео записать не получилось сразу отвечу почему не стрим видео видео я теперь по project cards буду снимать кусками относительно прохождения данное видео снято по большому счету с целью для того чтобы вас погрузить как-то ознакомить с игрой честно скажу я ее уже запускал но при этом я сделал только настройки игры и буквально пару минут просто покатался на десятом эвике толком еще вот реально ничего не успел понять карьеру я еще не начинал собственно говоря у нас еще все впереди собственно ребят сейчас мы запускаем долгожданную нашу игрушечку и переходим собственно говоря в саму игру сейчас она у нас запускается и собственно говоря вот она вот она вот она вот она предлагаю кстати посмотреть ролик ролик очень красивый очень хорошо снят сейчас начнется тот самый ролик который я вам советую посмотреть ролик прям очень классно я помолчу а вы посмотрите и м в ну Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы машины покупаем сами, строим их сами, дорабатываем их сами. Как будет в этой карьере, ну, мне уже заведомо понятно, никакого тюнинга, никаких доработок здесь точно не будет. Здесь будут, скорее всего, только настройки автомобиля в плане технического оснащения, безопасности покрышек, давления в шинах, подвески, дифференциалов, возможно, электроники и так далее. Но, как такового тюнинга, к сожалению, в игре мы не увидим. Кстати, ребят, сразу прошу прощения за тормознутость видео на вебке. К сожалению, это особенность моей вебки. Ничего не могу с этим поделать. Если кто-то желает, в описании есть ссылочка на Donation Alerts. Кто-то может подкинуть там монету. Я любой монетке буду рад, так как канал у нас только набирает обороты и развивается. Любой ваш вклад – это, соответственно, отклик вашего труда в моем канале. Это очень круто. Собственно говоря, ребят, давайте быстренько пробежимся по меню. Хватит болтать. Нас ждет очень увлекательная игра. Собственно говоря, как я и говорил, карьеру я не начинал. То есть, вы видите, что продолжить карьеру управления пилотами у меня серого цвета. Собственно говоря, карьеру я не начинал. В одиночке я проехал по Нордшлейфу буквально пару минут на Эрике. Скажу один момент. Очень сильно изменилась физика. Прям очень сильно она поменялась. Если раньше было как-то спокойнее, ехать намного спокойнее, то теперь все стало значительно сложнее. Машина совершенно ведет себя, если ты входишь в поворот и сбрасываешь полностью газ, машина клюет носом и ее начинает доносить. Если ты сильно перетормаживаешь, то, соответственно, ты улетаешь прямо по курсу и никуда далее. Она стала совершенно по-другому откликаться на газ. В принципе, вот относительно, я говорю сейчас только относительно Эва. Потому что, вспоминая первый Project Cars, который я в свободной игре закатал до дыр, но, к сожалению, не особо увлекся карьерой. Она, кстати, есть на канале. Я скажу, что физика очень сильно поменялась. Вот, допустим, давайте быстренько рассмотрим именно вот этот момент быстрых заездов. То есть мы можем покататься в одиночке, мы можем покататься в онлайне. При этом мы можем просто покататься в онлайне, можем потусить на соревнованиях. При этом мы можем сделать абсолютно полностью закрытую сессию, которую я понимаю следующим образом. То есть в сессию можно пригласить своих друзей, собственно говоря, и, наверное, как-то кататься. Не знаю. Либо это личная какая-то гонка, связанная с какими-то определенными нюансами и моментами. Скорее всего, да, это, скорее всего, личная. Вот относительно соревнований, каких-то кооперативных игр, я думаю, это будет касаться непосредственно вот онлайн-соревнований. То есть сюда можно будет пригласить друзей и с ними кататься. В принципе, классно. В сообществе, честно говоря, пока не копался, не буду делать никаких громких заявлений. Чуть попозже, наверное, о нем расскажу. И как-то, ну, посмотрим. Фактически, если почитать просто-напросто в тупое описание, у нас соревнования, ежедневные соревнования, которые будут. Первое соревнование будет 29 сентября. Также у нас будет тайм-атак, который я с удовольствием буду катать, потому что я очень люблю эту дисциплину. И, собственно говоря, видимо, какие-то новости. Возможно, будут какие-то турниры, какие-то соревнования. Не локально, точнее, локально они будут происходить в каком-то одном месте. Все возможно. Не буду делать громких заявлений. Реально, возможно, все. Посмотрим, что у нас, собственно говоря, из этого всего получится. Да. Покатался, кстати, также на GTR. Вот, получается, вот на Evo я проехал 4-5 километров. На St. Martin. Я не знаю, почему у меня выбрался St. Martin. Я хотел ехать на GTR и просто понять физику. Я ни в коем случае не пытался докопаться до игры или как-то ее оценить. Вы видите, я катался 7 минут. 7 минут. За 7 минут понять игру просто чисто физически невозможно. Покатался по Silverstone на Астон Мартине и на GTR, и на Evolution я проехал по New York Ringo 5 километров. Собственно говоря, по настройкам рассказывать ничего не буду. Единственное, скажу, что я не помню, была ли у нас в Project R1 возможность настраивать относительно каждой камеры углы обзора. Здесь вот я уже покопался и я поднастроил. Плюс я включил, так скажем, тряску. Она была отключена изначально, я ее включил. Сейчас на, грубо говоря, камеру пилота, особенно когда ты играешь в шлемы, воздействует физика и, собственно говоря, положение камеры меняется. Соответственно, по управлению пробежался. Кстати, относительно производительности многие будут спрашивать. Оставил стандартные настройки, которые мне предложила игра. Единственное, что я сделал, это отключил вертикальную синхронизацию. Все. Остальное просто-напросто осталось так, как мне предложила игра. Ничего не менял, ничего не делал, пускай остается. Если в дальнейшем при следующих записях я попробую, конечно, увеличить качество картинки и, собственно говоря, как-то дальше продвинуться. Ладно, давайте не будем долго здесь рассусоливать. Давайте, наверное, все-таки мы покатаемся для первых впечатлений в одиночке. При этом я выберу машину намного спокойнее. Кстати, относительно гаража, как в первом Project Cars, так и во второй его части гараж лично меня не радует. Объясню почему. Вот смотрите. У нас огромное разнообразие всеразличных автомобильных брендов, с которыми мы можем столкнуться в процессе игры и выбирать те или иные машины. Обратите внимание, большинство машин это подготовленные спортивные версии реально существующих автомобилей. То есть, допустим, R8 подготовленная в различных классах. Старый, допустим, Dynastic, Audi, то же самое. И здесь фактически во всех брендах вот такая вот ерунда. Мне это, честно говоря, не нравится. Я бы хотел видеть в игре очень большое количество стоковых машин, которые можно каким-то образом доработать. Почему этого не сделали разработчики? Скорее всего, в моем понимании, дабы не копировать Гран-Туризм. Просто вот реально, дабы не копировать Гран-Туризм, были сделаны только спортивные классы. От стоковых автомобилей, видимо, разработчики решили отказаться. В BMW та же самая песня. Буквально несколько стоковых тачек и все. Остальные все гонки. Ну, просто я вот сейчас пролистаю. Просто посмотрите. У Ferrari, да, есть сток, но в основном тоже гонки. У Ford одни гонки, стоков практически нет. У Honda только топор. Куда делась Integra, куда делись NSX, почему их нельзя было добавить в игру, не знаю, не понимаю. У Jaguar две стоковых тачки. Ну, у X-Bow, понятно, они в стоке валят, как потерпевшие. Вот у кого более-менее есть стоковые машины, так это у Lambo. Есть Aventador, Huracan, Verino и Testa Elementor. Все. То есть остальные версии это уже спортивные их реинкарнации. У Lotus вообще одни формулы. Где E-Vora, где E-Lis, почему нельзя было добавить в игру, не знаю. В общем, относительно автопарка, сразу говорю, я расстроен. Я хотел больше стоковых тачек, но в итоге у нас в стоке, если вот смотреть по соотношению, у Mitsubishi самое большое количество стоковых тачек. И то они не стоковые, они уже доработанные. Потому что на них присутствуют какие-то обвесы, какие-то доработки. Допустим, вот E-Vic 400 сил, нифига он не стоковый. E-Vic 366 сил, да нифига он не стоковый, они тюнены. У Nissan фактически только GT-R есть стоки, который выпускался. Все, остальные, все гоночная серия. Здесь тоже самое, у Pagani, ладно, Hiara. У Porsche аналогично. В общем, ладно, ребят, все, мы не будем заострять внимание, я просто сейчас пролистаю, и мы попрем дальше. Поедем мы на Mitsubishi, при этом я возьму самое овощное, я возьму 6-й E-Vic Tommimäkinen, и мы на нем поедем. Трассу мы выберем, наверное, да, наверное, пускай что-нибудь попроще сейчас. Просто-напросто я хочу покататься. Я не хочу пока вдаваться в подробности карьеры. Это будет в следующих видео, причем сегодня этих видео будет, как вы понимаете, очень много. Поэтому подписывайтесь на канал, смотрите, зависайте. Я буду максимально вместе с вами. Ой, господи, даже не знаю, на чем проехаться. Даже не знаю, на чем проехаться. Да блин, поехали, BrandsHatch. Вот эту конфигурацию, просто поехали. Мы изменим вот здесь вот. Кстати, мне знаете, что понравилось? В игре при создании какой-либо сессии в одиночке у тебя есть возможность установки текущей даты и изменения времени года. То есть можно реально круглый год в игре создавать разные спортивные условия и, соответственно, делать разные соревнования. Это круто. Мне вот это прям капец как понравилось. Поедем в солнечную погоду, нефиг по облакам кататься. Все, погнали. Собственно говоря, что еще хочется сказать. Игра достаточно неплохо меня порадовала графикой. Меня графикой радовала первая Project Cars, но у нее были постоянно какие-то артефакты, связанные с приборной панелью, с текстурами и прочим, прочим, прочим. Вот за 7 минут игры в Project Cars 2 я пока что такого не заметил. Кстати, давайте пробежимся по настройкам, потому что я сюда вообще не заходил. Нам дают возможность, о господи, гоночный инженер изменить настройки, поделиться. Ну, насколько понимаю, поделиться это когда у тебя есть какие-то настройки, ты можешь эти настройки выложить в интернет, дабы с кем-то поделиться, либо там отправить друзьями. А вот гоночный инженер, что это такое? Вот это интересно. Опять же, торможение, прижимная сила, подвеска, передача. Выпускай подвеска. А, то есть, грубо говоря, в игре присутствует некая система интерактива. То есть, ну, вот, допустим, ну, к примеру, машина слишком плохо поворачивает, машина слишком резко входит в поворот, то есть, речь избыточная, тара-та-та, когда это возникает, при ускорении. Сладкий задний стабилизатор. То есть, фактически, игра в качестве интерактивных возможностей общения, так скажем, с инженером, дает возможность грамотно перенастроить автомобиль, если вы не можете это сделать самостоятельно. То есть, если у вас нету понимания, но вы понимаете, что машина едет неправильно, то, фактически, у вас есть возможность покопаться. Итак, шины, автомат по погоде, средние Pirelli Pizero, Pirelli Pizero, универсальные Pirelli Winter Carving Edge и ледовые. То есть, в принципе, шин не так много, но я думаю, это еще будет зависеть от машины. Более чем уверен, что на гоночных сериях автомобилей будет присутствовать клик. По подвеске, ох, нифига у нас тут настроек. Слушайте, ну хорошо, тут прям можно реально покопаться. Единственное, я не вижу занижений. Вот прям занижений я не вижу. Настроек куча, реально куча. Для тех, кто шарит, невероятная платформа для ваших возможностей, которые вы можете реализовать. Это очень круто. Прикольно. Вот прям прикольно. Настраивая не хочу. Но я ничего не буду делать. Мы поедем на стоке. Единственное, я поставлю везде шины. Ну и, наверное, сделаю 1.70 сзади и 1.66 впереди. Оно все равно прогреется. Поэтому посмотрим. Все, погнали. Обязательно сохранять. Не буду я сохранять, не буду я ничего делать. Отменить. Старт. Помните, мальчик, вы должны focus on those lights and nail the stars. Давайте держимся в безопасности и посмотрим, что мы можем взять какие-то из этих ребят. Возможные виды в игре. Их очень много. Реально очень много. Есть что выбрать. Мне от шлема очень нравится. Погружение намного круче. Но в VR, я думаю, вообще с ума сойдешь. А вот толкаться нехорошо. О, в игре Delta присутствует. То есть, Delta отвечает за то, насколько быстрее ты едешь нынешний круг. Очень круто. И это сделано, насколько я понимаю, по секторам. Прикольно. А что хочу сказать относительно управляемости, относительно физики, относительно фидбэка и прочих моментов. Вот Delta 10 секунд улучшения. Это очень-очень-очень хорошее показательство. Фидбэк очень крутой. Он точно, он очень похож, не точно такой же, он очень похож на фидбэк Project Cars первой части. Мне в Project Cars первой очень нравилось то, как работает фидбэк с нагрузками. И когда тебя выставляет боком, то руль просится по сторону противоположную заносу. То есть, ты едешь в правый поворот левым боком, и у тебя руль просится вывернуться влево. Таких вариантов фидбэка я редко встречаю на ПК. На ПК это действительно, наверное, какая-то проблема, боль. Я даже не особо это встречал в ассетте. Я понимаю, что это зависит от настроек руля еще, безусловно. Но как-то я не особо заморачиваюсь. Вот у меня руль Logitech D27, для тех, кто не в курсе. И у меня профайлер настроен на... Профайлер настроен на 80% везде. Единственное, центрирование руля у меня установлено на соточку, чтобы он был более упругий, чтобы центр был не такой размазанный. Я скажу, что вот сейчас, во втором прожитке, физика мне очень нравится. Мне очень нравится, как машина себя ведет. Мне нравится, как автомобиль рулится. Мне нравится то, как вот она боком вставится, и руль прям просится. Мне нравятся эти моменты. Мне очень нравится графика. Несмотря на то, что многие параметры игры реально выставлены на средние, я понимаю, что графику можно улучшать. Надо просто включить счетчик FPS и по счетчику FPS ориентироваться. При этом ориентироваться, я думаю, на самых сложных условиях, когда у нас идет дождь и так далее. Вот самое что интересное, вот Эвиков я обогнал, а кто вот у нас там впереди едет, я уже догнать не могу. Хотя относительно сложности я вообще не знаю, что у нас в игре присутствует. Но, блин, вот как ни крути. В общем и целом, мне чертовски нравится. Вот прям нравится. Классно сделано. Мне нравятся солнечные блики. Мне нравится то, как это отражается в стекле. Мне нравится то, как это ложится на поверхность. Мне очень нравится графика. Несмотря на то, что в симрейсинге, ну, будем откровенны, в симрейсинге графика это не самое главное. Когда вопрос идет о физике, то, безусловно, лучше пускай в игре будет хорошая физика, чем хорошая графика, правильно? Но в целом все круто. Вот сколько времени уже катаюсь. Блин, это кайф. Это реально кайф. Давайте пока убежим от шлема на некоторое время. Я хочу обычный обзор. Хочу посмотреть, как у нас работает приборная панель, как у нас... Не поймал. Точнее, поймал, но очень поздно. Ну, опять же, не суть. Мы же катаемся. Мы понимаем физику. И я скажу, что мне нравится. Ну, давайте не будем на одиночке заостряться. В общем и целом, просто-напросто хочется еще... А, кстати, вот еще какой момент, о котором я хотел рассказать. Я эти возможности относительно показателей, да, я заметил тогда, когда только тестил игру и просто сидел, клацал всякие кнопки и вот наклацал вот это. У нас есть возможность отображения, каким образом? Мы видим приборную панель, мы видим температурные данные, мы видим состояние автомобиля, мы видим состояние покрышек, температуру покрышек, время до сессии и лучшее свое время. А также видим карту. Карта расположена не очень прикольно, но не забывайте, карту можно переставить. Это проект карты, здесь все перенастраивает. Но больше всего мне понравился вот этот момент. Он очень маленький, он практически не занимает пространство, и фактически ты едешь так, как ты ехал бы в реальной жизни. У тебя есть просто тупое время, которое, ну, в жизни ты бы просто слышал от своего инструктора, механика, ну, неважно, с кем бы ты находился на соревновании. И у тебя есть маленькие пиктограммы тахометра, покрышек и скорости, ну, и остаток топлива. При этом у тебя есть приборная панель. Я, кстати, всегда катаюсь со светом, мне так прикольнее. И есть вот такая вот фишка, с которой у меня просто вылетели нафиг мозги. Короче, у нас есть, вот, допустим, правый нижний угол. Да, мы, во-первых, мы видим состояние шин. Причем мы видим температуру тормозов, мы видим состояние шин. Мы видим температуру шины. Мы видим настройки подвески. Целую кучу всего. И если просто-напросто, сейчас вот я вам покажу. Смотрите, у нас слева внизу есть шкала положения руля. У нас есть шкала того, как у нас меняется... Помолчи, блин. Насколько правильная у нас рулежка. То есть, насколько вот она резкая. Да, то есть, ну, вы видите, да? Как график меняется. То есть, в реальном спорте это такой очень важный момент, за которым, ну, следят. Ты можешь просмотреть просто-напросто на повторе, изучать свои ошибки и впоследствии их избегать. Это очень крутая тема. Для анализа это реально очень классно. Но все, давайте, наверное, не будем дальше кататься. Мы вернемся обратно в меню и, наверное, выберем какие-нибудь лютейшие условия. Мы оставим... Наверное, нет, мы поменяем трассу, чтобы не было так скучно. Выберем тоже что-нибудь не особо сложное. Чё бы выбрать, чё бы выбрать, чё бы выбрать. Я хочу прям, вот, чтобы прямики были. О! Сёка-де-ля-сарт. Обожаю эту трассу. 24 часа Лиман. Мы выберем эту трассу. Мы выберем машину, наверное, пожёстче. Давайте возьмем GTR. Я люблю GTR. Возьмем GTR и поменяем погодные условия. То есть, мы бахнем прям ливень, наверное. Гроза, туман, сильный туман и дождь, туман и ливень, туман и дождь, туман, метель, снегопад, снег, ясно, слабая, средняя, сильная область, пасмурно. Небольшой дождь, дождь, буря, гроза. Возможности для настройки вашего гоночного уикенда с друзьями относительно погоды уже дохренища просто. Вы посмотрите на это, как много всего. Ну, давайте сделаем, наверное, грозу. Старт сделаем с места. Сохраним это всё дело. Я хочу, честно говоря, убрать соперников. Просто убрать. Это был 60-й соперник. Я в прошлом Project Cars, в первой версии, я катался с соперниками 75, и я с ними очень неплохо конкурировал. То есть здесь 60, я не могу их догнать. Блин, неужели я такой лох? Вот действительно, я прям себе хочу задать этот вопрос. Кстати, относительно вот этих предустановок. Когда я катал в прошлый раз одиночку, я обратил на это внимание. Есть, во-первых, регламент. Вы можете, опять же, свою сессию настроить таким образом, чтобы включить те или иные штрафные, так скажем, санкции, которые на вас будут возлагаться при нарушении определенных правил. Можете настроить соперников по их мастерству. Вы можете настроить их намного, кстати, более точно. То есть вы можете настроить уровень мастерства выше, но при этом сделать их агрессивность вообще в ноль. То есть они будут ездить как овощи. Я так думаю. Собственно, об этом пока что все. А вот относительно предустановок прикольно. Хочешь покататься быстро и не хочешь заморачиваться с тачкой, выбираешь один из возможных классов. То есть, допустим, выбираешь Туринг. У тебя хренак машина меняется, у тебя остается трасса, у тебя остаются условия. Но при этом ты можешь вот этими настройками просто-напросто очень быстро оперировать. Сейчас мы обратно поменяем машину. Мы возьмем... Давайте, наверное, все-таки поедем на Иксе. На Эвике. В грозу на 600-сильном GTR будет, мне кажется, сложновато. Но и этот Эвик, в принципе, достаточно сильный. У него 400 сил. Я думаю, он тоже будет неплох. Давайте попробуем. Это видео относительно моих первых впечатлений. Карьера будет в следующем видео. Если кто-то ждет карьеру, ребята, извините. Карьера будет в следующих видео. И этих видео сегодня, я думаю, будет штуки три, не меньше. Так что как-то так. Потерпите, пожалуйста. Мне просто самому интересно. Я хочу понять. Я хочу до вас это донести. У нас изменилась погода. У нас изменилась погода. И нам не дают посмотреть прогноз. У нас появились противники. Нам это не нужно. Я не хочу этого. Вот что. Просто одна предустановка. Смотрите, сколько всего поменяло. Просто поменял предустановку. И все, хренакс. И все стало так, как стало. Единственное, я не понял, почему у нас так с погодой. Непонятки какие-то образовались. Сохранить. Много для обычного просмотра, для понимания. Мне хочется понять физику. Вот у нас грозища. У нас дождь льет. Так, что у нас с игрой? Что за тормоза? Лаги. В игре присутствуют лаги. Па-па-па. Дождевых шин нет. То есть, делайте что хотите, а дождевых шин нет. Оставляю автоматически по погоде. Пускай сам подстраивает. Потому что я не знаю, какие шины вставить. Какие из этих шин лучше работают в дождь. То есть, у меня нет этого понимания. Поехали. Ну, красиво. Могло быть, конечно, красивее. Вот я не помню, на какую... О, нашел. Опять не сделали в игре отсечку. В качестве звукового сопровождения автомобилям не хватает отсечки. Кстати, надо было затестить. Слушайте, классно. В дождь поведение очень сильно изменилось. Бачинить легко. В дождь. Мне прям хочется ее боком поставить. Ручник я использовать не буду. Я ее раскачкой попробую взять. Ну, я бы сказал, что можно. Блин, ребят, клево. Это просто клево. Вот. В дождь кататься намного веселее, но и намного сложнее. Колеса в блокировку уходят как-то за здрать АБС. И система антипробуксовки. У меня это все отключено, ребят. Я никогда не играю с помощниками. Очень редко, в очень редких случаях у меня отключен только АБС. Все остальное у меня отключено. Давайте снаружи посмотрим, как это выглядит. Потому что там в зеркале такие водяные всполохи. Мне прям интересно. Смотрите. Класс. Реально кайф. В машине капельки катятся. Красиво. У-у-у. Слушайте, круто. Вы просто посмотрите на это. Я даже газ отпущу, чтобы послушать звук воды. И заглушу мотор. Машину ставит вообще очень легко. И я хочу посмотреть на автомобиль. Вот просто со стороны. Жаль, нельзя как-то смотреть по оси. То есть я бы с удовольствием... Надо посмотреть просто настройки. Я не помню, как все это делается. Но сам факт. Прикольно. Смотрите, как капли лажат. Звук дворника. Слышите? Ребята, это круто. Это реально круто. Звук дождя. Звук грома. Блин, ребят, это классно. Это реально классно. Давайте еще покатаемся. Кстати, мне непонятно. Вот, допустим, относительно лансера X. В игре это Evolution. Насколько я помню, 10-м эвикам не давали механическую коробку. У них ведь только ССТ было. Если как бы кто-то из более знающих людей смотрит это видео сейчас... Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, была ли на эвиках механика на X. На девятках, я знаю, что была. На X была ли механика? Потому что я, насколько помню, они все ССТ-шные. Может, как бы я ошибаюсь. Может, я что-то пропустил. Но вот как-то... Возможно, это действительно мое упущение. Я ни в коем случае не настаиваю на том, что на эвиках была только автоматическая роботизированная коробка ССТ. Либо автоматом стоял. Я вот не помню. Что такое ССТ? Это робот или автомат? Кстати, обратите внимание, вот дворники работают, когда они доходят до крайнего положения и потом начинают опускаться вниз. В углах, где дворники прекращают свою работу, скапливается вода. Обратите внимание, пятно. Но оно, правда, исчезает очень неправдоподобно. Оно не стекает. Оно просто становится прозрачным. Ну, как-то неприкольно. А так, в целом, относительно графических эффектов все очень круто. Прям все очень круто. И физика мне нравится в дождь. Она реально очень классная. Машина себя по-другому ведет. Лужи. Ребят, лужи. Меняют положение автомобиля. Лужи. То есть, у покрышки происходит так во планировании, черт подери. Это в игре просчитано. Ты когда наезжаешь на лужу, у тебя в руль, вот в мой, допустим, даже руль, я представляю, что на фанатеке будет. Там, наверное, люди будут кипятком писаться. А у меня на G27 происходит легкий удар в руль. То есть, происходит кратковременная корректировка руля, которую я не могу проконтролировать, не успеваю просто-напросто. И у меня идет тем самым изменение. Оп, у нас был удар. И у нас тем самым происходит изменение поведения автомобиля. А еще я, опять же, вернусь на предыдущий вид из сзади. Смотрите. Когда мы едем, когда мы стоим, у нас все классно. У нас даже дым из выхлопной системы есть. Ну, смотрите. Вот я сейчас поеду. Вот мне вот это не нравится. То есть, воды на трассе немного, а создается впечатление, что мы по океану едем. Я еду 20 км в час, у меня брызги во все стороны хреначат. То есть, немножко нереалистично. Здесь вот как-то подкачали. Но чем больше мы разгоняемся, тем сильнее сзади нас становится это облакер. Я, к сожалению, не помню, на какую кнопку обернуться, потому что я перенастраивал значение клавиш. Но выглядит это все очень клево. При этом, обратите внимание, капли есть также на камере. Айдь! Не успел. Не успел выровняться. Относительно вращения во время скольжения непонятно. То ли себя так ведет машина, что она дергает-то. Ну, вот, вы видите, по-любому. Машина как бы чуть-чуть дергается, как будто вот не допилили в какой-то момент. Либо это камера, либо это все же физика. Так сделана физика на круговом скольжении. Да что такое? Эвик просто не доехал уже до финиша даже одного круга. Я его просто разложил уже. Возвращаемся обратно в салон. Ну, невероятно красиво. Вы посмотрите, просто как капельки по капоту пекут. Это же просто классно. Я сейчас ручником подергиваю. Перестарал-то явно. Ох ты, как трава. Хорошо работает. На траву заехал задним левым колесом и машина еще сильнее поплыла. Ох, как я люблю этот поворот на Сёка-Дель-Ассарт. Особенно в такие погодные условия. Слушайте, ребят, кайфово. Но, я думаю, на этом пока что хватит. Первые впечатления об игре у меня уже частично сформировались. Дальше, естественно, по мере прохождения игры они формироваться будут дальше. Кстати, что у нас в грязи? У нас пачкается машина, ребят. Смотрите. Но, сколько бы ты ни крутился, пачкаться она, как в реальной жизни, к сожалению, не умеет. Но все же, она пачкается. Это круто. Это реально круто. Ребят, ну что, на сегодня, я думаю, на данный момент, в относительно первых впечатлений касательно данной игры... Почему сейчас сработал blow-off? Мне непонятно. Машина заглохла, но почему-то сработал blow-off. В игре есть недоработки. Безусловно. Они присутствуют. Но, в общем и целом, картина, сложившаяся у меня по отношению к только что вышедшей игре, напомню, это Pro-Rive Cars 2, у меня пока сугубо положительные. Мне нравится. Я кайфую. Я по-любому буду ее проходить. Я буду делать на ней летсплеи. Я пройду на ней всю карьеру. У нас обязательно по ней будут стримы. Просто обязательно будут стримы. Я думаю, даже в эти выходные мы что-нибудь замутим. Обязательно стрим. 100% будет в эти выходные. Когда точно сказать не могу. Но он будет. 100%. Ну что, ребят. На этом, я думаю, мы пока что закончим с Pro-Rive Cars. Это были мои первые впечатления относительно данной игры. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Буду стараться на них отвечать в процессе дальнейшей игры. Буду выбирать какие-то лучшие вопросы и буду стараться на них отвечать. Ну и, собственно говоря, на этом пока что все. Всем, кто посмотрел, большое спасибо. Всем, кто воспринял мое мнение, тоже огромное спасибо. Ставьте лайки, пишите комментарии. Отправляйте друзьям видео относительно новой игры и моего впечатления. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал и оставайтесь со мной. Канал будет очень интересный. Я вам обещаю. Все, ребят. Всем спасибо. Всем пока. Увидимся в ближайшее время. На сегодня это не последнее видео. До скорого.